ну что же здравствуйте мои маленькие любители природного камня мое имя виктор и сегодня у нас необычный день и необычная посылка я высказал даже послание от далекого сибирского человека из далекой предалекой сибири и вот так и зовут сибиряк кому интересно я ссылку оставлю на его instagram его много кто знает в общем то скажем так известный человек великий путешественник и в общем так случилось что чисто случайно мы через комментарии познакомились и он решил отправить мне ко мне сейчас я эти камни распакую и мы все увидим что же там такое пришло очень надежно упаковано поэтому скрываем 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 я в такие моменты всегда волнуюсь и предвкушаю что же там будет что же там такое значит открываем и что мы там видим ну почти не видим наверное нужно под ложечку сейчас минутку возьму белый лист бумаги чтобы было точно всем все видно как говорится и качество и количество каменьев которые находятся внутри так вот лист высыпаем даже какие-то елочки веточки привет с далекой сибири ну что же не буду таить у нас здесь очень интересная камень принит до веточка это наверное что-то хвойное да это натуральный принит у сейчас конечно сложно понять насколько он красив в общем то поэтому сибиряк не их и отправил чтобы я обработал и мы вместе увидели что же там внутри это вот такие небольшие скажем шишечки я бы даже отчасти назвал животами ну это неправильно но не суть как видно они все на такой скалистой подложки словно натечный камень вот этот зеленый принит он имеет такую вот форму выпуклую как будто бы такой шарик точнее его часть и в общем то это дает уже как бы перспективы для работы в том плане что это уже фактически задаток будущей формы кабошона естественно много я вижу что придется делать безформенно то есть кабошоны будут свободной формы но некоторые конечно же на фоне вот этих вот каплевидной формы шаровидной формы они будут именно кабошон капелька назову так ну грубо говоря вот фокус конечно подводит да ладно соответственно я вижу что здесь придется поделить камни пилить потому что мне нужен после этого точный отбор вообще после вот такого процесса я обычно сажусь и долго рассматриваю камни как говорится пытаюсь ощутить каждый камень почувствовать его энергетику что она из себя представляет что нанесет потом сортируете камни вот например вот слева вот мне дорожалка будет такой обрабатывать нет я думаю оставлю как коллекционный образчик очень интересный вот и к чему я говорю соответственно в такие моменты и после сортировки уже я могу наглядно видеть это я вам далее покажу после сортировки я уже могу сказать вот этот камень вот допустим вот этот вот он подойдет для обработки тоже точно будущий кабошон и глядя вот на нижнее основание это скалистая на чем держится я даже думаю может быть я его трогать не буду а оставлю вот эту частичку природы и можно получить вот такое необычное кольцо то есть сверху будет обработанный принит вы видите всю его красоту внутри а снизу остается нетронутое природное основание естественно в случае гальванопластики она закроется медью если это будет примеру кольцо но если это будет кулон это скалистая основание будет касаться вашего тела вашей кожи это вполне душевно духовно мне это нравится на фокус сегодня подводит меня в общем много разных камней много интересных образчиков поэтому сейчас наверное уже будет сортировка по той простой причине что я хочу немножко отключиться от камеры от зрителей и побыть наедине со всей этой красотой который отправил нам сибиряк вот значится смотрим смотрим сколько здесь нет красота конечно есть как бы образчики достойные коллекции есть те которые даже надо помучаться что с ними делать как их обработать а есть которые уже сразу я могу сказать что они себя представляют и в какой позиции они будут находиться поэтому сейчас я пойду наслаждаться этой красотой а к вам вернусь скоро 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 совсем скоро а вот еще один достойный образчик но здесь прямо на течности такие наросты интересные да если вы хоть немножко конечно блестел бы может быть щавелевка спасла бы его но я не буду экспериментировать вообще если вам блестел вот немножко можно было так и оставить вполне можно сделать подвеску лозы что-то такое ладно это пока лирика поэтому до встречи через вашем случае через несколько секунд а моем случае через несколько часов поэтому всем добра а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снял заднюю часть, выровнял ее Сейчас ее просушим И по ней буду выбирать форму Для будущего кабошона Вот Это вот такой крупный образчик Вот такие вот маленькие Здесь, как я и говорил ранее, оставил Как есть природную форму Буду пробовать выводить Вот здесь вот именно шлифовка Вот этого вот шарика Потом, соответственно, его Доводка и потом уже полировка И посмотрим, что из этого выйдет Ну и вот такие вот, опять же, шарики Но со снятой гранью Также, конечно же, попадаются Вот такие вот мелкие колобашки Совсем маленькие Тут уже, наверное, на кичах придется Потому что 5-6 миллиметров Но тут никак Я, опять же, выровнял заднюю стенку И сюда буду приклеивать кичи Значит, вот так вот Ну и вот все, что имеем Вот они все Что пойдет 100% в работу Возможно, что многие пойдут на излом Многие не получится Вот здесь, например, я не стал основу снимать Попробую так вывести Посмотрим, что получится Вот, в общем, как-то так Поэтому смотрим Не переключайтесь Также хотелось бы добавить Что помимо работы с камнями Сибири Сегодня будет работа с камнями Урала Это наш лунный уральский камень Он уже после обработки термической В эпоксидных смолах То есть принцип подготовленный У меня появились некоторые идеи Что с ним можно сделать И, конечно же, от Челябинского магазина У меня есть заказы на крупные кабошоны лунного камня То есть вот Поэтому буду пробовать Также здесь сегодня Горсточка камней Карелии Это, как в прошлом ролике показывал Полевой шпат С иризацией Вот из него заказик есть Сделать кабошоны Это также, естественно Всеми любимый нами беломорит За эти камни хочется особое внимание Сказать не только внимание Но и спасибо Ивану Постникову У него есть прекрасная группа По продаже камней кабошонов Цацки для хороших людей Называется Ссылку я оставлю в описании Там именно можно Лучшие камни у него приобрести Иван мой наставник Учитель Он профессионал Геолог Он в этом лучше всех разбирается И камни он чувствует На от и до Поэтому Все к нему Если вам нужны кабошоны Вот опять же От него получил Такой вот Интересный подарок Это Колобашки Граната И по поводу них У меня тоже есть интересная идея Я их не обрабатывал Конечно Надо было бы проварить В эпоксидке Но Я хочу кое-что проверить Помимо того Что это будут кабошончики У меня есть идея Обработать его В виде пластин И сделать новую коллекцию Подборку украшений Для тех Кто любит Как говорится Природу Природные грани Ну и естественно Гальванопластику Ну и конечно же Я хочу Вот этот вот Это уральская Наша яшма Я хочу из нее Вывести форму Более ровную И это будет Мой личный подарок Для одного Очень хорошего человека Из Индонезии Ну у нас бы Его назвали Шаманом Там я бы Его назвал Святым человеком Он действительно Знает все О медицине Я не стану Вдаряться подробностям Но он помогает Людям так Как не поможет Ни один врач Он сам никогда Был врачом Но сейчас он Выше врача И Общаясь Через третье лицо С ним Я однозначно Понял Насколько это Мудрый человек И насколько Он разбирается Во всем У него на все Есть истинный ответ И это важно И вот я хочу Преподнести ему Такой подарок Ему когда-то Доставался Кабошон Яшмы С Как это ни странно С моей родины С Азербайджана С Каспия Он долго с ним Находился вместе Чувствовал его Энергетику Лечился им Но потом Он подарил его Своему другу Которому это было Нужнее И вот я хочу Преподнести Такой подарочек Для него Пусть будет память От меня Как от мастера С Урала Вот в общем-то Вот такая Сегодня В плане Работа Поэтому Наверное Я вам уже Не буду Показать Как я их Режу Придаю форму Вы это уже Все видели Десять раз Мы с вами Встретимся Когда я начну Работать с принятыми И когда я Буду заканчивать Работать С этим Всем добром Поэтому Пока-пока До встречи Субтитры 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 Мне это нравится и больше всего приятно, что люди оценили. Ну вот, уже картина становится более-менее ясна, но, в общем-то, можно что-то здесь необычное сделать, подчеркиваю, вот это вот природное, так скажем, нутро. Мы работаем дальше. Продолжение следует... У меня здесь кот бегает, пришлось забрать с собой наверх котенок, точнее, по той простой причине, что с Тапсой они очень хорошо сдружились. И этот кот постоянно все меня полный, поэтому бегает пока здесь. Имя у него, конечно, странное, персик. Ну, идем. Продолжение следует... Держи, нигде. 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 Как правило, с обратной стороны я не заморачиваюсь, если она закрывается, допустим, гальваническим металлом, или если ее вообще в целом не видно. На 2000-й я ее вставляю, не трогаю. Но здесь хочется немножко сделать, но здесь хочется немножко сделать, конечно, для сибиряков, так сказать, по-изящней. Держи, нигде. Держи, нигде. Держи, нигде. Держи, нигде. Держи, нигде. Держи, нигде. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что на финишной шлифовке, перед полировкой, он, в общем-то, заполировался на 2000-й алмазной черепашке. И это, в общем-то, выглядит красиво, но я все-таки, наверное, доработаю, купить свой долг, выполню, доработаю его на... Дополирую на брезинке с алмазной пастой один-друг-ноль. Это уже классика в моем случае. Я всегда так делаю, с этим номером работаю. Поэтому вот. В общем-то, вот такая вот красота. У каждого свое. Свой какой-то внутренний мир. Здесь вот я ставил, допустим, на породе, как и обещал. И внутри тоже виднеется. Ну, красиво просто, необычно. Вот такой вот шарик. Очень интересный. В общем, мне нравится. Поэтому пока даже не буду вам душу травить. Посмотрим, как это все полируется, как это работает. А, значит, изначально что делаем? Беру алмазную пасту. Значит, подмерзла. Значит, сейчас разыгралась такая прямо в дуга, я бы сказал. Ветерашь будет. Наносим пасту. Немного тут буквально, ну, с горошина даже меньше. Как две спичечные головки. Лучше потом добавить, чем ее будет в процессе работы сносить. Потому что я работаю, как говорил ранее, на оборотах 900. Так, воду чуть-чуть нам буквально понадобится. Я даже думаю, может быть, даже она и не понадобится, как таковая. Поэтому открываю такую капелюшку. И понеслась. Да, наверное, вода даже не понадобится. Это вот полировальный круг. Он самодельный. Сделан из корезента. Не знаю, по-моему, у меня мой наставник Иванова дарился, памятник не изменяет. Я их просто приклеил к отработанной шкульке на липучке. Когда она у себя, так говорится, отработала шкулька, все уже стерлось. Я их всегда сохраняю и на них уже приклеиваю. Беда только в одном, что сейчас очень тяжело найти качественный клей-момент, как показала моя практика. Если раньше, лет 15-20 назад этот момент, нужно было друюю резиновую заклеить, в конце концов, укладывать они. То есть сейчас его хватает, в данном случае, видимо, от смены температур буквально на пару камней. Поэтому ищу альтернативу. Задней частью я особо не заморачиваюсь в данном случае, потому что здесь вот она порода, тут уже сам камень не идет. То есть, естественно, камень больше быстрее, порода так себе. Поэтому... И, естественно, с рунгистом я тоже не заморачиваюсь. Многие камнерезы не понимают меня, но я повторюсь, что это гальванопластика. Касты я все равно буду делать путем наращивания гарванической меди. А там, если будет полированная поверхность, эта медь просто-напросто отваливается. Ничего из этого хорошего не выйдет. Даже если я покупаю готовый кабушон у других мастеров, и эта сторона заполирована в рунгист, я его все равно сошлифовываю алмазной коронкой. Без вариантов. Потому что это уже пройденный этап, уже проверено 100%. То есть, считаю... Тоже лайфхак для начинающих гарванистов. Стирайте этот рунгист. Иначе... Может, не сразу, но рано или поздно у вас отвалится. Бывает в процессе даже обработки гарванический кастик, когда он отпадает, и приходится на клей сажать. Но это не дело, потому что современная эпоксидка, она держит тоже не оттекает. А если этот вот рунгист обработан, подготовленный, то там даже клей не нужно использовать. Медь держится на фон и до. То есть, прекрасно себя чувствует. Да, не зря я все-таки взялся полировка здесь. Ну, сейчас он не мытый, поэтому так сложно понять. Но я уже вижу, это просто красота. Вот она, в каждой вот этой вот колобашке принята. В центре какой-то такой белый, такой снежок что ли, даже не знаю. Ну, очень красиво. Красивый и обычный. Последний рунг. Вот, я думаю, на этом все. Все, с этим мы и закончили. Прокладываем. Продолжаем. Сейчас у меня станок уже перегревается, конечно же. Он уже цепит. Вот такой, в середней теплости. Я здесь уже работаю на ногах более 5 часов. Прокладывание ощущаю, несмотря на то, что протапливался 5 часов назад. Ну, как протапливался, подогревал, скажем, такое ощущение. Но, тем не менее, у меня здесь еще пот вон заснул. Взял его с собой, чтобы он меня так все не мучил. Вот такими корнями, что мне нравится, можно полировку даже не смотреть, а ощутить. А именно, то есть, когда работаешь без охлаждения, получается, что как только камень невыносимо держать становится, все, моими наблюдениями, все, оно готово. То есть, вы тут можете видеть хоть лампу. Ну, сейчас, дедовский способ, если видно нить накаливания в лампе сквозь отражение в камне, значит, полировка атласная. Супер. Но сейчас энергосберегающая лампа, но я ее вижу, в всяком случае. В общем, при нить мне понравился в работе, как бы там не было. Я доволен этим камнем, он, видимо, мною тоже, потому что, скажем так, мы друг друга нашли. Мы друг друга понимаем. И я его, вот что характерно чувствую, я могу здесь даже не смотреть. Ну, вот, он уже, вот эта сторона уже готова. Арандис также не трогаем. Сейчас опять-таки с задней стороны. Вот и все, как видно, раз и готово. Я там лампу вам показать. То есть, вполне. Далее, следующие. Такие малыши. Так, бывает. Если в таких случаях камень не выпал, нужно однозначно сразу чистой тряпочкой протирать, потому что там шлак. И, соответственно, есть вероятность, что камень можно запороть. И все эти вот... Шлак к нему прилипает, и потом на полировке он просто его вдавливает. Полирование опасно камень. И вся полировка у вас сходит на нет. И придется возвращаться к предыдущему этапу. Ах, ну, тоже кипяток чувствую. Не все камни работают без охлаждения. Здесь некоторые, которым оно жизненно необходима. Эти камни даже способны взрываться в руках. Был у меня такой случай. Вот. Но в данном случае я просто его чувствую на чутье, скажем так. Ах, кипяток. Бывает, руку прям прижигает. Так, мы сейчас обраточку сделаем. Тихонько, полихонько. Да. Он сам себя прижигает. И все, в общем-то, готов. Вот такой вот красавец маленький. Здесь немножко подкинуть. Вот так вот. Дальше. Я говорю, на удивление, они на 2000-й черепашке очень даже неплохо так заполировались. Это уже не приколировка, а полировка, в принципе, до зеркала. То, что я сейчас делаю, это просто, ну, дополняю ее, скажем так. Вот так вот. Ну, в общем-то, фактически, я думаю, даже уже и готово, да. Вот, опять же, вот видно, что грунтис я не трогаю. Он все равно закрывается, в моем случае, опять же. Я никого, ни на что не претендую, никого, как говорится, не пытаюсь переубедить. Потому что было много споров по этому вопросу в интернете, на определенных форумах, камерезах. Ну, я свое отстоял, и куда отставил. Вот и все. Красота? А не камерезах. Форумы получились самые разные, от капривидных. Ну, овальных, от овальных, обеспормина. И это прекрасно, потому что можно сделать огромную коллекцию украшений, которые, у кого сказать... Ну, в общем, мы, наверное, будем реализовать сибиряком. Буду его по нику называть. Реализовать вдвоем, скажем так. Скорее всего, это все украшения, которые я сделаю, поеду в Сибирь, в ту область. Но мы об этом еще поговорим. Ах, нагревается как. Камашки и жарят, и жарят. Ох, сильный камень. Очень сильный камень. Ах, вот он уже даже прямо сейчас нагревается, на момент. Вот так вот. Раз, и готово. Красавица. Я даже после работы в процессе, вот когда уже закончена полировка, все дела, я еще долго могу сидеть с этими камнями и наслаждаться ими. Порой до того периода, пока не придет какая-то идея, как его реализовать. А порой, пока стоишь, вот полируешь, это я сейчас с вами разговариваю, делюсь мыслями. Стоишь, думаешь, и ты уже заранее видишь, как это и что будет. В каком виде его преподнести в украшении. Вот горячий какой-то. Пусть он работает камнем, а не ощущаясь холода, я замечаю. Он словно как бы прогревает, что ли, все тело. То есть сейчас вот уже холодно, в данном пути помещения сейчас вот, всего лишь 8 градусов тепла. Ну да, я в куртке, ну да, я в пропаганке, но тем не менее, если изначально, когда я сюда пришел, когда начинал работать, чувствовался холод прям такой хороший, несмотря на прогрев. Сейчас все-таки камни имеют свою энергетику, чтобы что-то не говорю. Так, так, улетел. Значит, готов. Так, ну еще немножечко, еще немножечко. Так, это пузырил. Сюда, обратно, снова. Так, наверное, тут немного добавлю пасты. Персик. Кота зовут Персик, не пугайтесь, я об этом уже говорил. Так что, когда нагретая, паста сама подтаивает, скажем так, и расходится туда-туда, ей покажут направление. Они слышат. Да, для тех, кто спрашивает, как, что и кого, защита какая-то. Защиты нет, как видно, все пальцы, кожа стирается, они становятся все-таки шелковистые, что ли. Посложнее удерживать камень, естественно. Ну, что поделаешь. Вот так. Продолжение следует... 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 Вот так вот. И вот здесь это место не очень повышает. Сейчас пойдем где-то, сейчас. Коту скучно. Вот и все, с этим все. Ну, последний остался тоже шарик. Вот такой вот он. Гровальничек уже вот изнашивается. Это спасибо клея Момент. Да-да-да-да-да. Спасибо. Продолжение следует... 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 какие-то полевые цветочки серьги да уже вижу все готово более чем даже поэтому вот за дело ну что же после длительной многочасовой полировки здесь много чего интересного не пугайтесь рук это сквозь двойные перчатки все равно полировальная паста проникает но тем не менее сейчас идет точнее сейчас следом пойдет этап промывки хороший такой промывки вот такая вот красота это я придумал буквально на ходу пока не буду говорить что это это конечно браслет это понятно но я придумал именно на ходу и что он изображает что здесь даже сокрыто вы узнаете когда он будет покрыть серебром и чернью самый настоящий дали сыну я все понял что мне это уже не интересно все эти физалисы прикольно получается да туда же мчужину засунул но уже не мое гинка гинка пока тоже не покажу покажу одну сторону другая сторона у меня возникла одна классная идея хочу воплотить ну помимо всего остального здесь много интересностей много разных моделей серик много вообще всего будет даже вот такая красота это вот опять же из того самого камня зеленого зима вот так ну в общем пошел я промываться рано как и мне самому надо сначала промыться а дальше уже увидимся на следующем этапе наконец-то этот этап будет конечно же гальванические покрытия так что всем добра до связи вот так вот вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!